Вот так вот, ребята, просто люди катаются на самокатах, услышали запах мяса и приехали, понимаете, на запах пришли. За пять километров, друзья, пять километров ехали на запах. Очень вкусно. Пахнет просто сказочно. Мы уезжаем, почувствовали новый запах. А я закидываю печень. Сейчас они вернутся, наверное. Это программа о любви. О любви к жизни. Диктор делает. Не ливер. Давай поменьше. Да, вот этот отлично. Это субпродукты. Как раз то, что нам нужно. Говяжьи всякие там запчасти. Легкие, печень, почки, сердце, желудок. В общем, все, что внутри у коров. Сейчас. Лука обычного. Да, среднего. Вот две нормальные. Привет, друзья. Привет вам, уважаемые зрители программы. Диктор делает. Гастро приключения продолжаются. Сегодня мы с вами проведем этот выпуск из самого центра столицы, с улицы Причистенька. Здесь обитатели столичного центра сегодня будут нами немножко побеспокоены. Но не шумом, а запахом. Да, именно запахом. Потому что сегодня здесь, во дворе вот этой усадьбы, мой друг, шеф-повар Дмитрий Кондрашин будет готовить одно удивительное блюдо. Здесь всегда очень много народу. Они приходят смотреть. Это уникальное место. Это бывшая конюшня. Выглядит великолепно в любое время года. Ну, смотрите сами. Сейчас у нас хорошая погода. Сегодня замечательный денек для того, чтобы приготовить что-то необычное в Казане. Прямо здесь, во дворе этого замечательного дома. Здравствуйте все. Меня зовут Дмитрий Кондрашин. И сегодня мы с вами приготовим замечательное блюдо. Очень простое, очень вкусное и очень недорогое. Его очень любят готовить в тюркскоязычные народы, в том числе, живущие на Кавказе и в Средней Азии. В принципе, оно называется там с маленькими интерпретациями по-разному. Но мы его знаем как джизбис. Итак, что нам для этого понадобится? Понадобится для этого непосредственно ливер. Ливер вот мы купили говяжий желудок, потому что бараньего у нас не было. Но мы взяли говяжий, ничего страшного. Взяли кусочек курдюка, взяли вот такой вот целый патрон ливера. Это сердце баранье, это печень баранье и легкие. И всего из этого великолепия с овощами, со свежей зеленью мы приготовим вот этот джизбис. Один нюанс, который мы захотели, так скажем, преподнести, это то, что наша интерпретация джизбиса будет как стритфуд. То есть мы ее подадим в Питер, чтобы можно было есть ее на ходу, без тарелок, без всяких там ложек, вилок, приборов. То есть это будет такой стритфуд, быстрая еда. Есть еще один нюанс. Посмотрите, в каких декорациях мы все это готовим. Это подъезд жилого дома. Видите? Здесь живут люди. Дверь открыта, могут выйти, войти. И вот рядом стоит стол, казанчик. Сейчас мы зажжем огонь и будем готовить этот джизбис прямо вот в этой локации. Подготовим овощи сначала. Нарежем попку чеснока для того, чтобы его поджарить. Обрежу немного перца, чтобы мы его туда могли положить. Вот лучок уже есть готовый. Овощей немного, да, но мы в своем варианте используем такое количество. Там есть куча разных интерпретаций. И каждый повар готовит так, как ему нравится. Одна идея – это то, что блюдо готовится из ливера. И в этом вся фишка. Можно вообще без овощей его сделать с луком, с чесноком. Кто-то картофель туда добавляет, кто-то добавляет там помидоры. Куча разных вариантов. Я вот делаю такой упрощенный вариант для стритфуда. Пару щепочек сделаем. Жизбис-то вообще блюдо такое, пастушье, так назовем. Самое дешевое, что может быть, пастуха осталась вот эта вот внутрянка. Ну, взял мелко перерубил там быстренько. Нас в каком-нибудь садже можно пожарить или на казане. Что есть под рукой. У нас есть казан замечательный. Мы в нем будем готовить. А так-то, в принципе, можно и без него обойтись. Самое главное, что-то готовится на, так скажем, углях, да, на, естественно, жару, на огне. Отличный вариант с дымком. Никак не дает мне покоя вот эта история. Сидит человек на корточках, разжигает такая стерчика вот здесь, да. Вот рядом табличка причистенка. Ребят, ну вот разлом стереотипов вообще. Разлом шаблонов. Ну, это и есть гастроприключение, понимаете? Друзья, пока Дима готовит казанчик к бою, хочу напомнить вам, что мы вместе с вами продолжаем листать страницы поваренной книги стран бывшего Советского Союза. И сегодня у нас литера А. Азербайджан. Казанчик мы подготовили. Он у нас уже там нагрелся. Теперь мы нарезаем мясные составляющие. Это курдюк, это желудок, это очистим и нарежем печень, сердце, легкие. И потихонечку все будем туда закидывать. Сначала курдючок. Нарезаем вот такими тоненькими кусочками. Напоминаю, друзья, что любое кавказское, такое тюркское блюдо начинается с того, что первым делом повар отправляет в казанчик курдюк. Курдючок сейчас поджарим до золотистого цвета. Он даст нам необходимый жир и потом начнем дальше кидать. Это махровое полотенце такое, где желудка. Как хрящик такой, да, хрустящий слегка. То есть такой, как кальмар, короче, можно так его назвать. Друзья, всегда обращайте внимание на название блюда. Вот смотрите, семантически название джизбис, ну, мало что говорит, не посвященному уху. Но джизбис – это название, которое повторяет то, что происходит в казане. Вот это шкворчение дает силу этому блюду и дает название. Джизбис – это вот, это похоже на то, что происходит в казане с курдюком и со всеми составляющими внутри. Джизбис, понимаете? Ну вот, послушаем. Это все, это называется суп-продукты или ливер. Весь ливер обладает такой степенью полезности, что в свой рацион его включать все-таки надо. Печень, например, очень богата витаминами. И ее рекомендуют там, чтобы повышать уровень железа в организме. Вот оно, сердечко. Ребят, кто устал от стейков, от жирного мраморного мяса, а может быть устал от того, что оно стоит конских денег, обратите внимание на ливер. Это мало того, что полезно, это мало того, что вкусно, это еще совершенно недорого. Не отказывайте себе в удовольствии. Готовьте суп-продукты. Нет, ну серьезно, ребят, вы думаете, если вы пригласите в гости своих друзей, которым предложите ливер, вот так вот в казанчике, они откажутся? Ой, не думаю. Это очень полезная и вкусная еда. Я скажу, что аромат стоит уже такой прекрасный от курдюка. Представляю, что будет дальше. Хрустящий вот такой поджаренный курдюк. Убираю на салфеточку, чтобы лишний жир с него стек, и чтобы он таковым и остался. Итак, закидываем легкие, быстренько их обжариваем. То, что должно дольше готовиться, мы закидываем, конечно же, в первую очередь. То, что может готовиться там поменьше, да, это печень должна готовиться меньше. То мы закидываем попозже. Друзья, вы слышите, как запели вот эти суп-продукты? Вот отсюда и берется этот самый джиз-быс. Вот они сейчас начинают шкварчать. Сейчас я буду закидывать сюда сердце и потом желудок. И через минутку-другую закидываем желудок нарезанный. И сейчас все это будет жариться, приобретать вкус. Закину сейчас сюда чесночок. Пусть там тоже поджарится должным образом. Вот здесь, прям по центру. А вот он, халапенье. Вообще, такой просто обалденный перец, я его так люблю. Он не сильно острый, достаточно, но не прям жестко. И сюда кидаем печень. Сейчас ее вот так аккуратненько, быстренько поджарим, вот чтобы она свернулась на таком сильном достаточно огне. Теперь добавляю сюда лук. Чуть-чуть сольки. Вот он, наш чесночок. Смотри, какой красивый. Подтверждаю, запах такой стоит, что туристы сюда идут не только из-за этих архитектурных прекрасностей, но, наверное, и на запах, потому что пахнет невероятно вкусно. Мы закрываем поддувало, чтобы жар был чуть-чуть потише, и накрываем крышкой все наше великолепие. Минут 15, я думаю, достаточно будет. И финальный штрих. Режем зелень. Я взял кинзу свеженькую. Можно добавить там что-то еще по вашему вкусу. Мы, как всегда, отходим от классических рецептов, делаем какие-то свои такие изюминки прикольные. Но для того и нужен повар, да, чтобы как-то разнообразить кухню, стол, чтобы сделать что-то новенькое. Мы берем все вот это великолепие, сюда прям закидываем. Берем черный перчик. И добавляем немного сумаха. Леха, сумаха вообще просто бомба. Ну и, конечно же, курдючок. Жареный наш. Это же просто нечто. А как пахнет. Вкусно невозможно, невероятно. Я про запах. А вкус? Сейчас выясним. Вскушенному репортеру первую порцию. Вот так вот. Вот так вот, ребята. Вот так выглядит джиз-быс на пречистинке. Ребята. Достоило ожиданий. Ребят, субпродукты – это просто тема. Тем более, когда они готовятся в центре Москвы, на пречистинке. Это очень вкусно, слушайте. Невероятно. И просто. Это блюдо для большой компании. Представьте, вы собираете друзей, зажигаете казанчик, неважно, не обязательно в центре Москвы, где-нибудь на даче. Берете вот такой наборчик, который стоит 30 копеек. И готовите. Пробуйте, экспериментируйте. Добавляйте разные специи. Мы сейчас как раз таки этим и займемся. Друзья, ну мы не можем одновременно говорить и жевать. Будем прощаться. Теперь вы знаете рецепт джиз-быса. Готовьте. Спасибо, что смотрели. Вот такой рецептик у нас сегодня от Димы Кондрашина. Увидимся скоро. Пока, ребята. Пока.